Чудеса Многолюбезные братья и сестры, любите ли вы друг друга? Ведь любовь – это самое главное, ибо Бог есть любовь. Именно сегодня мы и поговорим о любви, а вернее о заповеди любви. В неделю 15 по 50 в Церкви читается Евангелие о любви. И когда мы обратимся к словам Евангелия, то узнаем, что некий законник подошел ко Христу, искушая его, и сказал ему, спросил, «Учителю, какая есть самая большая заповедь в законе Божьем?» Христос ему на это ответил, что «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душей твоей и всем разумением твоим». А вторая заповедь, подобная первой, «Возлюби ближнего своего, как сам себя». Почему законник подошел ко Христу? Законники – это те люди, книжники, фарисеи, те, которые искали постоянно Христа, в чем его уличить. И они себе размышляли, что поскольку у них было много заповедей, закон Моисеев предполагал 613 заповедей, и поэтому, естественно, выбрать и знать все заповеди, и выбрать какую-то главную было очень трудно. Но они понимали, что если Христос выделит какую-то одну из них, то Он, значит, будет не соблюдать остальные заповеди, вот важнейшую. Но Христос, видя их лукавство, видя лукавство этого законника, который подошел к Нему, Он называет не то, что Он ожидал услышать, Он называет две заповеди, объединяя их в одну. И это заповедь о любви к Богу и о любви к ближнему. То есть первая – «Возлюбь Бога твоего», а вторая – «Подобная первая» – «Возлюбь ближнего своего, как сам себя». И что же значит для человека любить Бога? Бог любит человека, и это видно на протяжении всей церковной истории. Бог и создал человека, и посадил его в раи, и человек нарекает имена всем животным, человек – это как самое высшее творение Божие, и человек согрешает против Бога, приступает к заповеди Божию, кушая запретный плод. И Господь, изгоняя человека из рая, все равно уже заботится о человеке, говорит, что семья жены сотрет главу змея. И когда мы читаем Евангелие, то мы читаем снова же такие же слова, что настолько Бог возлюбил человека, что послал своего Сына Единородного, да всякий верующий в Него имел бы жизнь вечную, то есть имел спасение. Бог всегда промышляет о человеке, Бог всегда заботится о человеке, но человек не всегда откликается на зов Божий, человек не всегда живет по заповедям Божьим. И поэтому из всего этого великого закона Господь сужает закон до двух заповедей, о любви к Богу и к человеку. И что такое любить ближнего своего? Это означает, что как мы любим себя, как мы стараемся, чтобы к нам относились хорошо, как мы желаем, чтобы к нам относились, так и мы должны относиться к своим ближним. Мы себе никогда не будем желать зла, и это должно также и быть по отношению к нашим ближним. И на это нам сам Иоанн Богослов, апостол, говорит, что человек, который говорит, что я люблю Бога, а ближнего ненавидит, ложь есть, лжец он. И действительно, наша любовь к Богу, она предусматривает любовь к ближнему, потому что не может так быть, что человек Бога любит, а ближнего своего ненавидит. Кто наш ближний? Это каждый человек, который окружает нас, начиная с наших домочадцев, и также наших коллег по работе, тех людей, которые встречаются на нашем жизненном пути, это и есть наши ближние. Конечно, мы можем сострадать, сочувствовать тем людям, или даже целым городам и странам, которые на расстоянии. Мы можем выражать соболезнования, потому что какое-то произошло горе, или какой-то там ураган, или наводнение. Мы сочувствуем. Но насколько нам трудно бывает, действительно, сочувствовать ближним. А еще труднее бывает радоваться их каким-то достижениям, тем, которые рядом с нами. И вот поэтому и сложность есть немного в любви к ближним, потому что через любовь к ближним проявляется любовь к Богу. Когда мы стараемся быть милосердными, когда мы стараемся сочувствовать ближним, когда мы стараемся участвовать в их жизни, всем тем, чем можем мы помочь и должны помочь, то это будет проявление нашей любви к ближнему. И, естественно, это будет также и выражение нашей любви к Богу. Бог всегда нам желает спасения, и Бог всегда хочет, чтобы мы Его любили так же, как и Он нас, потому что Бог все делает для человека, для того, чтобы человека спасти. Вот Господь и устроил церковь свою, и заповеди дал, и Сына Свою неродную послал для нас на землю, чтобы мы могли спастись. И послал апостолов, и отцов церкви, и святых, которые нас научают, и праведников, дал учение свое, Священное Писание имеем. Все для того, чтобы человек мог спастись. Но каждый человек выбирает себе путь. Бог никого, насистенно, ничему не посылает. И Бог создает человека свободным. Человек свободный, со свободной волей. Поэтому человек постоянно выбирает между добром и злом. Человек постоянно выбирает, как послужить ближнему. Господь говорит, что кто подает одному из малых стих, тот подает самому Христу. А мы об этом иногда забываем. Вот мы иногда хотим, чтобы нас любили, но сами не любим. Хотим, чтобы нас уважали, как-то почитали, чтобы нам в чем-то помогали, но сами этого не делаем. И поэтому заповедь о любви к Богу и ближнему как раз нас и научает о том, что мы должны действительно стараться жить по закону Божьему, что мы должны иметь любовь к Богу и к ближним. И тогда, конечно же, с Божьей помощью у нас будет и в жизни все налаживаться, и она будет совсем другой, она будет наполнена духовного смысла. Отец Андрей, будьте добры, заповеди Божьи призывают нас к любви. А народная мудрость говорит о том, что нельзя быть хорошим для всех, нельзя любить всех. Как соединить это? Или не стоит соединить? Ну, народная мудрость – это одно, а, конечно же, ну как можно соединять, если это и закон Божий, если это и слово Божие? Господь говорит нам, что возлюби ближнего своего, как самого себя. Вот поэтому как мы можем ненавидеть кого-то? Да, мы можем ненавидеть, мы даже так и бывает, что мы ненавидим кого-то и не любим, потому что нам кто-то причин какое-то зло, какую-то обиду. Но есть высшая степень любви еще. И Господь еще говорит нам в Евангелии, говорит, что нету той большей любви, если кто положит душу свою за ближних своих. То есть любовь – это и самая высшая жертва. Любовь – это жертва. Когда я говорю, что я тебя люблю, то я говорю, что я готов пожертвовать всем ради твоего блага, ради твоего спасения, ради всего для тебя. Поэтому любовь – это жертва. Это предусматривает то, что человек должен чем-то жертвовать ради любви. Поэтому народная мудрость может как бы не всегда совпадать со Словом Божиим. Вот Слово Божие для нас выше всего, чем народная мудрость. Здесь, в этом случае. Хотя, естественно, народная мудрость есть многие примеры того, что действительно это и жизнь взято, и оно действительно бывает так в соответствии, что мы этими руководствуемся некоторыми моментами народной мудрости. Говорят, что сейчас на земле оскудевает любовь. И это видно, в принципе, даже невооруженным взглядом. Невозможно себя заставить, например, полюбить кого-то. А нужно любить ближнего, отец Андрей. Как все-таки привлечь свое сердце к любви даже к тем, кого оно ненавидит? В Священном Писании Господь нам говорит прямо, что благословляйте ненавидящих вас. А в молитвах вечерях мы читаем «Ненавидящих и обидящих, прости нас Господи, а благотворяющим благосотвори». То есть мы понимаем, что мы несовершенные, конечно же, в любви, и нам очень трудно любить того человека, если он нам причинил какое-то зло. Но в этом и заключается наша жертва, что мы должны переступить через свое «я» ради общего блага, ради мира и ради любви между ближними. И поэтому христианин учится смиряться, христианин должен быть миротворцем и должен стараться изо всех сил стараться любить, потому что Бог есть любовь. Христос, когда Христа распинали на кресте, Он тоже проявил и показал нам величайшую любовь, когда Он простил своих распинателей. Он говорил «Отче, прости им, потому что не ведают, что творят». Хотя Он мог, имея как божественную силу, мог это все перевернуть по-другому, и не было бы жертвой спасительной. Но Господь Себя смирил и показал нам величайший путь смирения и любви. И поэтому, если мы называем себя христианами, то мы, конечно же, должны стараться идти тем путем, прилагая все усилия, потому что, естественно, любить всегда нелегко. Мы можем любить тех, кто делает нам добро, нам это очень легко, потому что человек сделал доброе дело для нас какое-то, и мы его любим, мы его уважаем. И он может нам 10 раз делать доброе дело, и мы будем его любить. Но если он раз один сделает нам что-то худое, то мы это запомним навсегда и возненавидим еще этого человека. Потому что зло действительно настолько вкореняется в нашу жизнь, и апостол Павел не зря говорит, что мир во зле лежит, что очень много в мире зла. Но христиане для этого и призваны, чтобы бороться, потому что жизнь христианина, это есть борьба со злом, это есть постоянная борьба с духами поднебесной, это постоянная борьба именно со злыми своими помыслами, делами. Вот это действительно борьба ради добра. Поэтому мы, дай Бог, чтобы мы в этом всегда преуспевали, чтобы через нас добро умножалось, чтобы через нас любовь умножалось, не зло умножалось, чтобы мы не давали злом за зло, а чтобы мы с любовью относились к ближним нашим, чтобы мы сеяли семена любви, чтобы мы как можно старались все больше делать дел милосердия и дел любви. Потому что только так, через любовь, как высшую добродетель, можно прийти ко спасению, прийти к вечности. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok